Нужно срочно ответить на сообщение, принять звонок или записать видео в соцсети. Классика истории от водителей, которая может привести к авариям и жертвам на дороге. Телефону за рулем не место. За рулем 20 лет, правило знает, штрафов не было. Поэта Рамиль Ибрагимов говорит, по телефону за рулем не разговаривал. Я не разговаривал, я прослушивал сообщение, которое мне прислал человек. То есть я не особо опрекался от дороги. Я прослушал, положил телефон и потом услышал сигнал сзади, остановился. А вот Ралшан Садыков за рулем многотонного КамАЗа признался. Да, разговаривал. Правда, почему звонок не мог подождать, ответить не смог. Не отказываюсь, нарушил. Ну, так получилось уж. А нужно было телефон срочно ответить или просто по привычке уже? Не по привычке, вот так получилось уж. Для инспекторов сегодня легкий день. Водителей с телефоном даже искать не приходится. Они и справа, и слева. Позвонили, поднял. Часто приходится? А больше нет. За такое нарушение штраф полторы тысячи рублей. Причем неважно, водитель по телефону разговаривал, писал смс или просто слушал. В результате пренебрежения подобных правил, да, дорожного движения или норм, когда водители используют гаджеты, мобильные телефоны, во время управления транспортным средством происходит дорожно-транспортное происшествие, в том числе ДТП резонансные, в результате которых погибли или пострадали люди. Только в прошлом году за телефон оштрафовали более четырех с половиной тысяч водителей. Инспекторы напоминают три правила. Первое, за рулем мобильник отложить в сторону. Второе, если нельзя не ответить, то остановиться в безопасном месте. Третье, если вы человек занятой и без телефона все же никак, то пользуйтесь гарнитурой. Слова Тухмадулин и Шот Мухаммедов, ТНВ, Казань. Субтитры подогнал «Симон»